В Астане продолжает свою работу шестой съезд лидеров мировых и традиционных религий. 42 страны мира представляют свыше 8 десятков участников, в числе гостей лидеры не только самых распространенных религий, таких как ислам, христианство, буддизм, но и представители религиозной общины, проповедующие Зора Астризм. Последняя является одной из самых древних в мире. Подробности в сюжете. Это далеко не первый визит Хомедхала в Астану. Президент Всемирного Совета культурного наследия Зора Туштры в четвертый раз участвует в съезде лидеров мировых и традиционных религий и представляет самую древнюю мировую религию – Зора Астризм. Мы собрались здесь не для того, чтобы говорить о том, что та или иная религия лучше или хуже. Участники съезда не ведут проповеди, а обсуждаем очень важные вопросы, ищут точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества. В нынешнее время, когда религию искажают и интерпретируют как угодно, мы должны объединить усилия для сохранения незыбленности ее главных ценностей. Различные исследования относят зарождение Зора Астризма к началу первого тысячелетия до нашей эры, где-то на территории современного Ирана и Афганистана. Приверженцы этого вероисповедания проповедуют взаимопомощь и взаимоуважение, восхваление добра и борьбу со злом. Молятся люди в специальном храме, в центре которого расположен сосуд с огнем. Может, именно поэтому многие ошибочно думают, что мы поклоняемся огню. Это не так. Согласно учению Зора Астризма, свет — это зримый образ Бога в физическом мире. Поэтому, желая обратиться к нему, мы обращаемся к источнику света. Сегодня численность последователей этого учения не достигает и 0,1% от численности всего населения планеты. Самое большое комьюнити расположено в Индии. Но это не мешает представителям Зора Астризма принимать активное участие в обсуждении насущных проблем на авторитетных диалоговых площадках наравне с многочисленными представителями мусульманства, христианства и буддизма. Николай Путилин, Коныш, Сангирей, Хабар, 24, Астана.